К другим темам в редакцию новостей ОТС обратились жители одного из домов в центре Новосибирска. Они утверждают, что в их подъезде на съемной квартире работает притон, где оказывают интимные услуги. Тему продолжит Александр Куршев. Этот человек с восточной внешностью только что дал корреспондентам ОТС адрес, где располагается бордель. Корпоративная квартира с девушками, оказывающими секс-услуги. В большом бизнесе он маленькое звено, посредник между клиентами, проститутками и их владельцами. Возможно, занимается вопросами безопасности, так как по адресу, куда мы приехали, нас ждали. А, здрасте. А, Скороленко, 96. Весь дальнейший диалог телеоператор ОТС все фиксировал на дистанционный микрофон. Он в этот момент находился в машине и ждал сигнала, когда доставать камеру. Девушка, которая предстояла с Миланой, назвала сумму 2000 рублей в час за услуги. А на вопрос журналиста, кто обеспечивает безопасность бизнеса, ответила. Сотрудники полиции, участковый. Видеозапись для изучения передана в органы МВД. Кринка у меня очень хорошая. Государственный телеканал, новости. Четыре девушки в квартире. Это только те, которые попали в объектив камеры. Со слов соседей, в этом подъезде интим услуги чуть ли не на каждом этаже. Жильцы еженочно слышат, как работает бизнес. Писали заявление в полицию. Участковому не помогло. Почему? Корреспонденты ОТС решили выяснить прямо на месте. Вызвали служителей закона. Тем временем девушки делятся секретами бизнеса. Говорят, клиент приходит разный. И с рублем, и с долларом. Какой деятельностью вы занимаетесь? Вот, вы не знаете, какой деятельностью мы занимаемся. Ну, озвучьте, пожалуйста, если это не секрет. Продаем тело за деньги. Катя и ее коллеги по цеху считают, что это их личное дело, и оно не касается других. Ирина Ивановна Борисюк живет по соседству с криминальной квартирой. И у нее другое мнение. То это слышно до ужаса. У нас люстра вот так качается. И муж мой ходил туда. И когда я вот от мужа узнала, я туда сама не ходила. Он говорит, мне открывают дверь девки. Явно легкое поведение. Полиция, приехав на вызов корреспондентов, допросила жрец любви. Адрес и место регистрации. Откуда приехали, кому принадлежит квартира и кто организатор притона. Девушки заявляют, мы индивидуалки. Другими словами, работаем на себя. Нет ни сутенера, ни крыши. Во-первых, будем устанавливать личность гражданок. Будем проводить с ними необходимые мероприятия. Девушек задержали. Нелегальный бизнес именно в этой квартире, уверяет в МВД, будет закрыт. Что касается человека, который дал адрес притона, им будут заниматься следователи. А корреспонденты УТС уже дали свидетельские показания в полиции. Александр Курш, Евгений Агеев, Новость УТС. Добавлю, что сотрудники Центрального отдела полиции выразили благодарность журналистам УТС за это расследование. Как выяснилось, одна из героинь нашего сюжета находилась в федеральном розыске за продажу наркотиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова